Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброго здоровьица, уважаемые телезрители! У нас в гостях телеведущая Таня Лавич. Здравствуйте! И я уже в партуке, потому что у нас большое сегодня дело. Да. Луковый суп. Кто его только не делал? А с другой стороны, с точки зрения целебности, одни вопросы. Они, конечно же, к вам. Полезен, не полезен, кому? И в каком варианте рецептуры? В каком варианте рецептуры? Дело в том, что лук, он обладает огромным количеством целебных свойств. И самое важное из них – это жгучие свойства, которые способны сжигать даже раковую опуху. И этими свойствами воспользовался австрийский целитель Рудольф Бройс. Он как раз и рекомендовал луковый суп для того, чтобы, ну, как вот это дополнение, конечно, для того, чтобы излечиваться от онкологии. И, кстати, он с помощью своей методики, в которую входит, конечно, и в том числе луковый суп, излечил, как думаешь, сколько больных? 45 тысяч больных. То есть статистика есть статистика, поэтому можно этому доверять. То есть мы делаем по рецептуре вот этого… Рудольфа Бройса. Рудольфа Бройса. Делаем по рецептуре Бройса. Может быть, тогда сейчас приготовим бульон, пусть он себе там варится. Нам нужен будет овощной бульон же ведь? Да, нужен будет овощной бульон. Кратенько, как делается луковый суп? Луковый суп делается так. Значит, отрезается вот эта луковица, и причем она должна быть вот даже вот с этой вот шелухой. Ну, просто-напросто чистенькая должна быть. Вот. Мы ее мелко нарезаем, обжариваем до золотистого цвета. И одновременно делаем овощной бульон, чтобы он у нас был, этот овощной бульон. И после того, как у нас обжарится до золотистого цвета, а этот бульончик уже у нас будет, мы туда выкладываем лук и до готовности варим. Хорошо. И после этого хорошо. Подожди, особенность употребления этого лукового супа, оказывается, употреблять его надо только юшку. Все процеживаем и пьем только один бульончик. И вот этот бульончик, он обладает целебными свойствами, которые, с одной стороны, усиливают защитные силы организма, а с другой стороны, вот этими жгучими свойствами воздействуют на онкологическую клетку. Потому что свойства, будем говорить, лука, они как были, так и есть, несмотря на то, что он подвергся термической обработке. Хотя, когда мы, выходят вот эти вот летучие вещества и горечь, он становится довольно-таки сладеньким. Итак, приступаем, режем. Я хочу просто заложить те овощи в воду, чтобы делался бульон. А дальше он все будет вариться? Хорошо. Давай для этого их порежем. Порежем, пожалуйста. Давайте порежем. Нет, 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 нет. Хорошо. Потом, чтобы... Танюша, вот тебе ты будешь овощи резать, а я буду резать лук. Так эти овощи мы потом выкинем же. Ну и что, что выкинем? Так пусть они целиком варятся. Нет? Ну, я думаю, что все-таки они лучше разварятся. Поэтому я делаю лук. Хорошо. Он же что, должен закипеть? А, это у нас корень сельдерея? Корень сельдерея. Овощной бульон, на чем можно варить? Овощной бульон можно варить на различных овощах. Это и сельдерея, и морковка, и вот у нас кабачок, и петрушка, и укроп. Так, а я пока нарезаю. Подожди, мы еще с тобой не порезали петрушку и укроп. Давай. Туда-то уже. Петрушку и укроп, да. А сейчас? Чтоб у нас был более насыщенный. Не спешите. Хорошо. Режьте, не спешите. Кинзочка так же. Нарезать как? Мелко прям? Ну, можно покрупнее. Я думаю, может быть, веточками удобнее вытаскивать. Хорошо, хорошо. Мы просто-напросто процедим, да и все. Ну, ладно. Нарезайте. Нарезаем. Такими крупными кусками. А я пока режу лук. А как мы будем процеживать? Вот у меня вопрос. Вот это я беру на себя. Хорошо. Одним словом, ваша задача просто-напросто все это дело порезать. А процедить мы уже процедим. Вот, нарезаем все это дело. Вот. А мы будем процеживать после того, как смешаем с луком? Конечно, после того, как все приготовится, мы это будем процеживать. Вот. Так, раз, два. А я думала, мы отдельно сварим бульон, с ним до конца все доделаем, а потом соединим с луком. А раз у нас все будет, тогда действительно надо поменьше было резать. Поменьше надо резать. Ну, хорошо, я еще успею. Давай. Так, и еще мы обрезаем. Кстати, Бройс разработал целую методику, которая помогает в лечении не только онкологических заболеваний, но и других таких серьезных заболеваний. Туда входит и настрой. Особенно эмоциональный настрой. Это вера в то, что человек обязательно избавится от своего недуга. Потому что воля оказывается решающим компонентом. Многие люди преждевременно опускают руки и не борются. Более того, они думают, что кто-то за них должен бороться с их заболеванием, которое они сами заработали. Поэтому настраивайтесь на борьбу. Луковый ступ, конечно, будет делать свое полезное дело, но ваши волевые усилия при этом никто не отменял. А вы думаете, что все-таки человек сам заработал себе это заболевание, да? Ну, как правило, ну откуда оно берется? Если вспомнить тем более выдержку из Библии, без воли Господа и ни один голос не упадет с вашей головы, для того, чтобы человек заболел каким-то серьезным заболеванием, должна быть веская на это причина. Поэтому устраняйте ее. Кстати, одной из причин является то, что люди обидчивы. И обида их съедает. Большую роль в развитии заболеваний играют обиды. Человек вот обиделся на кого-то, он не может простить. И вот эта вот обида, как своего рода посторонняя энергетика, она формирует в теле человека своеобразный энергетический очаг, в котором находятся клетки. И уже клетки организма управляются не общей энергетикой организма, а вот этим очагом обиды. И чаще всего там они располагаются, допустим, в районе там груди. Вот, к сожалению, значит, это в районе там кишечника. И воздействуя долго на клеточку, они заставляют ее перерождаться. И клеточки начинают перерождаться совсем в, ну, делящуюся вот такую кухню. Интересно, а техники, техники прощения существуют? Конечно, существуют и техники прощения для того, чтобы человек избавился от этого. Конечно, техника прощения довольно-таки сложная, но тем не менее она выполнимая. Для того, чтобы, давайте пока мы будем обжаривать. Да, у нас сейчас большая помощь в виде лукового супа. Да, потому что все мы, знаете, привыкли, что вот что-то съел, или еще что-то там, дали нам таблетку, или даже взяли ножик и отрезали там эту больную часть. Но это не решает тех проблем, которые имеются у вас. В голове. В голове, да, в вашем сознании. Именно они-то и все это дело решают. Давайте. Маслица. Ирина Петрович, ну, вы, конечно, меня каждый раз поражаете. Так, классно. Вот сегодня я радуюсь, что с луковой шелухой мы будем обжаривать луково. Да, все это дело. Потому что оказывается, потом мы будем процеживать. То есть у нас получится такой бульон даже. Да, 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 да. И именно этот бульон и надо будет принимать. Вот. Все, можно обжаривать. Можно обжаривать. Танюша обжаривает. А я пока, мы ставим и обжариваем это все. Кружечки накрываем? Пока нет. Минжерка, да? Ага. Меняется, трансформируется, трансформируется. И потом, знаете, прощение идет тогда, когда человек начинает плакать. То есть без этого феномена никакое прощение не происходит. Еще древние говорили интересную вещь, что тело очищается водой, разум очищается знанием, а душа очищается слезами. И вот надо очиститься слезами для того, чтобы та сквер, на которой у нас была и вызвала серьезное заболевание, вместе со слезами ушла. Ты становишься на место обидчика и объясняешься самому себе, самому себе, почему он так себя вел или повел. И оказывается, оказывается, что в конце концов, почему он это так сделал и почему ты так отреагировал. И важно, знаете, не то, что почему он так сделал. Оказывается, важно, почему ты так отреагировал. Потому что это скверно или духовное совершенство уже у тебя были. Они ждали своего учителя, они ждали своего момента, когда все это проявится. И вот именно не в том человеке надо его не прощать, а надо его благодарить, что он тебе помог проявить вот это несовершенство, которое, смотрите, не просто в тебе было, дремало, оно в виде такой змеи, в виде такой болезни было у вас. И вы от него избавляетесь. Все. И оно уже, знаете, не имеет над вами силы. И опухоль раз, сама потихонечку рассосет и уйдет. А вы станете более духовно, зрелым более духовно совершенным. Вот в чем дело, оказывается. Да? А у нас суть до дела прекрасно зашкворчал лучом. Я вспомнила две фразы, связанные с обидами. Но это уж вот когда получится вам прощать тех, кто вас обижал. Или давайте так, по-другому скажем. Вот наступил какой-то момент, и вы присядете, ой, я сейчас обижусь, о-о-о, сейчас я как обижусь. Оно уже пошло, что я уже обижаюсь. Выбирайте любую их две фразы. Первая. Все обиды от бедности духа. Великолепно. Вторая фраза, ну она такая женская, говорят, она принадлежала Зыкиной. Обида у дел порничных. Тоже, тоже тонко. Поэтому имейте в виду, что вам нравится, то и выбирайте. Но обиды, конечно, на кого-то другого, к сожалению, едят только вас. Будем здоровы и будем знать, что такое правильный, целебный луковый суп. Вообще, конечно, миф заключается в том, что луковый суп это традиционное французское блюдо. Но Австрия, Франция, они все-таки штабряда, по большому счету. От ростовского городского области даже меньше. Это все на территории одной области происходит. Они же очень маленькие, говорите, государства. И тем более Австрия со своей историей, когда она была то астро-венгерской, то она была какой-то своей независимой. Мы в Австрии можем как гуляш найти, так и этот луковый суп. И может быть, наш Рудольф тоже его взял где-то, посещая какие-то границы с Францией. Но смысл в том, что луковый суп это всегда много лука, и он очень полезен. Кто-то ест с гренками. То есть это прямо вот... А, лук? Да. Именно луковый суп. Тем не менее я помешиваю. Да, давайте. Значит, когда суп будет готов, во-первых, его не процеживают, ну вот по классике, в такой обычной кулинарии, нецелебной. А сверху кладут багетик, кусочек багета, ну французский же, кусочек багета и твердый сыр, ну типа нашего чедра, допустим. И вот это все в горшочке еще кладут в духовку, там на 3-4 минуты, чтобы сыр растекся. Мы можем приготовить и часть не процеживать, а приготовить, как ты говоришь, обыкновенный суп для питания, а часть как рекомендуют брусь, потому что брусь подчеркивают. Да, можно употреблять, говорит, свежевыжатые соки, особенно морковные в борьбе с онкологией, и другие свекольные, и в частности суп это, но, одну особенность он подчеркивает, что опухоль вот питается нечто твердым, и чтобы вот этой твердости никакой не было, только одна жидкость, как в свежевыжатых соках, так и в луковом супе, и он как раз вот разработал такой сорока где-то двухдневный курс, в течение которого человек только вот, допустим, так вот питается, как он сказал только он супом, допустим, пьет там сок еще свежевыжатый, процеженный, ну и выполняет еще ряд других мероприятий, которые бы способствовали, и одно из них, вот, как мы уже разобрали, это прощение обиды. Так, карамелизируем, да? Да, 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 да. Из токаричного цвета, раз, дальше, бульончик, бульончик закипел у нас, вот, отлично, да, 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 пускай. Кстати, у нас посуда из чугуна, она долго держит тепло, и как раз способствует тому, чтобы все у нас растолилось, развалилось, и пришло в нужную, нужную консистенцию, да. А я знаете, как проверяю, если сельдерей мягкий, все, бульон готов. Хорошо, хорошо, еще что тут у нас? Там у нас морковь, сельдерей, кабачок, зелень. А что у нас с луком? А что у нас с луком? А что у нас с луком? Может показать, что, какой был лучочек? Давайте. Смотрите, лучок практически, он уже у нас начал приобретать вот эту вот коричневую, коричневую окрасочку. Да. Это говорит о том, что он уже и созрел. Так же? Ага, да. Да. Все, выкладываем его в наш супик. А, уже? О чем? А давайте, может быть, супом зальем эту? Как вам кажется? А то не поместится. Зальем супом? Хорошо. Давайте зальем супом. Давайте зальем супом. Это вот Анюша. Сейчас, секундочку. Вносит. Прекрасно. Берем и потихонечку заливаем. Так. Да. Прихватки. И поехали. Давай, 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 раз, 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 раз. Упс, упс. Упс. Упс, пандемий throughout. Вот так вот. Давай. Сколько необходимо наш луковый суп, когда мы уже все смешали все компоненты, томить? Томить надо. Ну, как только чувствуете, лук стал у вас готовый, а до этого уже все овощи разворились. И можете все это использовать. Дайте ему, естественно, остыть, чтобы он остыл, потом процеживаем и этот бульончик будем пить. Очень хорошая вещь для профилактики онкологических заболеваний, для укрепления организма, особенно пожилому человеку, для того чтобы его вот жизненная сила, пищеварительные способности и даже страсть сохранялась на хорошем уровне. Ну что дает? Страсть? Вот, одним из компонентов. Хорошо. Все, у нас суп наш готов, сейчас мы его будем процеживать. Чем помочь? Сами все интересуют, как процеживать. Ой, какая классная, горяченькая. Да, классная, горяченькая. Давайте сюда это сейчас положим. Вот, можно конечно было бы взять там ситечко, раз у нас ситечко нет, мы просто-напросто берем вот такой потихонечку и начинаем сливать. Вот. Нормально? Да. Вот, 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 вот. Вот я на этот бульончик смотрю и понимаю, почему они в классический рецепт добавляют эту гуренку с сыром, только лишь для сытости. Вот. Но так как у нас для лечебных свойств, то никаких гуренок добавлять не надо. И вот посмотри, что у нас получилось. Очень у нас красиво получилось. Откуда масло? А, мы на масле же обжаривали. Вот, на масле обжаривали и теперь мы с тобой обязательно попробуем. А это может быть в бульонные чашки? Вот, точно. Будем считать, что это бульонные чашки, да. Так. Наливаем. Ух, давайте тогда наливаем здесь, чтобы, в случае чего, если разойдет. Па. Одна чашечка. Владимир Петрович, если бы такой мне суп давали каждый день, я бы его с удовольствием ела. Мне и пила. Ну, это можно самому сделать. Ведь все, что здесь мы делаем, мы-то делаем сами. Ну, а вот если бы мы оставили лук, вреда мы бы и не нанесли? Нет. Нет. Вреда никакого бы не нанесли. Съели и лук, это было бы даже хорошо. Но, так как мы с вами используем классический рецепт Рудольфа Бройса, видите, никаких тут твердых образований нет. Мы сейчас его... Будем здоровы. Да. И все наши близкие. А, мы не солили. Вот еще вот так. И соли не надо. Вот интересный получается такой вкус. Это правда. А соли не надо. А розовый полонолаповозор. Сельдерей тоже как хорошо слышится. Ну, может быть, с кусочком хлебушка? Ну, можно. Можно, можно с кусочком хлебушка, конечно, его есть, как обычное питание. А с целью лечебного, с целью профилактики, и даже, знаете, можно делать на вот таком супике, разгрузочные дни, вы будете оздоравливать свой организм и укреплять его. Так что, делайте этот суп. Да, и пусть минует, конечно, нас эта чаша, когда мы в лечебных целях будем этот суп делать, но мы вооружены. Доброго вам здоровьица. До новых встреч. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. До новых встреч. Повторяйте! Пока!